Приветствую всех, кто уже проснулся, настроился на РТС. Это «Утро Хакасии» в студии Юрия Варивада. И Наталья Чудина. Сегодня среда, 1 августа. Просыпайтесь с нами и заряжайтесь позитивом. Мы расскажем о научных разработках студентов республики. Окунемся в тайны прошлого, узнаем новости сегодняшнего дня. Все это и не только. Прямо сейчас. На календаре первый день последнего месяца лета. И сегодня профессиональный праздник отмечают работники техподдержки. В мире всеобщей автоматизации, роботизации и компьютеризации специалист технической поддержки становится центральной фигурой, благодаря которой рабочие процессы налажены, настроены и контролируются ежечасно. Принимают поздравления сегодня не только профильные специалисты, но и сотрудники колл-центров и сервисных служб. Так что будьте вызывать такси сегодня или звонить на горячую линию, не забудьте сказать несколько приятных слов оператору. Еще одно историческое событие произошло 1 августа 1964 года. Радиостанция «Маяк» начала передавать свои позывные. Это стало днем рождения самой известной радиостанции СССР. Структура ее вещания была непривычной. Часовой отрезок с двумя новостными выпусками в начале и в середине каждого часа. Но уже совсем скоро ни одну советскую квартиру нельзя было представить без радиоприемника и мелодии подмосковных вечеров из него. По «Маяку» сверяли часы, узнавали новости, а позже и прогноз погоды. Кстати, о нем самом. Что нам говорят сегодня синоптики? Первый день августа обещает Хакасии комфортную погоду. По республике преимущественно без осадков. В солнечном дневное время температура воздуха в среднем от 20 до 25 градусов тепла. Ночные показатели от 11 до 16 со знаком «плюс». В Черногорске и Усть-Абакане переменная облачность днем. Температура воздуха составит «плюс» 21 градус. В Суорске на термометрах «плюс» 19. Возможен кратковременный дождь. В Саиногорске и Бее дневная температура достигнет 23 градусов тепла. Преимущественно без осадков. В Белом Яре 24 градуса выше нуля. Дождя не ожидается. В Аскизе днем 25 тепла. Солнечно и без осадков. В Баграде и Шара переменная облачность. В дневное время воздух прогреется до «плюс» 21 градуса. При этом в Баграде возможен небольшой дождь. В Абазе, Таштыпе и Копьево без осадков. Температура днем составит от 20 до 23 градусов выше нуля. Легкий ветер. В Абакане сегодня солнечно. На термометрах в течение дня до «плюс» 24 градусов. Ночью температура опустится до 13 тепла. Дождя не будет. Таким будет день нынешний. А о том, что уже произошло в Хакасии, важного, узнаем из новостей. В день города 18 августа на стадионе спорткомплекса «Саяны» состоится концерт Александра Панайотова и Григория Лепса. Продажа билетов на концерт началась в кассах спорткомплекса с 10 до 19 часов. Электронные билеты в продаже не предусмотрены, сообщили в пресс-службе Абаканской мэрии. Лауреат многих престижных премий Григорий Лепс и финалист пятого сезона шоу «Голос» Александр Панайотов представят отдельные программы, а несколько песен споют дуэтом. С 1 августа работающих пенсионеров ждет повышение пенсии перерасчет, и последующая прибавка коснется всех сотрудников пенсионного возраста, за которых работодатели платили страховые взносы в течение 2017 года. Сумма прибавки будет рассчитываться индивидуально, в том числе в зависимости от размера зарплаты пенсионера. Поэтому у всех окажется разный, но выплата в любом случае составит не более трех пенсионных баллов или 235 рублей. Жители поселка Кубайка в Таштыбском районе получат защиту от большой воды. В течение двух лет будет капитально отремонтирована дамба на реке Оно. Тяжелая техника приступила к первому этапу строительных работ. Общая протяженность сооружений более двух километров. Финансирование осуществляется из федерального и республиканского бюджетов. Это почти 35 миллионов рублей. По народному календарю сегодня Макринин день. Считалось, что в это время заканчивалось лето для насекомых. По крайней мере, оводы должны были кусаться сегодня в последний день. И начиналась грибная пора. По сегодняшнему дню судили о наступающей осени. Если на мокрину шел дождь, то и осень будет мокрая. А еще это предвещало хороший урожай следующим летом. Поэтому осадки с неба даже вызывали особыми обрядами. Чтобы получать хороший урожай, постоянно надо не только обряды проводить, но и усиленно работать. Не только в поле, но и в лаборатории. Чтобы выводить фрукты и овощи, которые независимо от каприза природы будут давать прекрасный урожай. Так студенты сельскохозяйственного института Хакасии стали участниками экспериментальной практики. Молодые агрономы ставят опыты на различных культурах. Подробнее в сюжете. Вот такая вот камбири. Белая клубника со вкусом ананаса. Это не шутка хвастливого садовода. Попробовать такую ягоду стало возможным благодаря науке и шестилетнему труду голландского агронома. Наши студенты пока не берутся выращивать подобные диковинки. Начинают с малых экспериментов. Для этого у ребят есть небольшой земельный участок. Биостанция предназначена в первую очередь для производства раздаточного материала. Нельзя подготовить специалиста, если он в руках не поддержит ту или иную культуру. Второе предназначение биостанции – это постановка экспериментов. Здесь мы можем и имеем право закладывать такие эксперименты, которые в общем-то в производстве даже могут и не мыслиться. Экспериментируют студенты практически со всеми культурами – зерновыми, овощными, бобовыми. На каждой грядке своя изюминка, точнее – горошинка. Селекционеры вывели два вида гороха. Это которые листочковые. Он, как видите, ложится. И без листочковые с усиками. Стоячих больше. Его проще убирать. Он не растрескивается и не лопается. Поэтому нет потерь горошин и больше урожайности. Научное открытие – результат кропотливого труда, в котором не обойтись без наблюдения. На биостанции под пристальным вниманием рапс – многолетняя трава. Из нее, поясняют юные агрономы, можно получать масло, которое широко используют в косметологии. Цель эксперимента – выявить самый сочный вид. На данной грядке мы изучаем 15 культур рапса. Будем смотреть, как они будут показывать себя в росте. Какой вид покажет себя лучше. Осенью ребятам предстоит собрать весь био-урожай, хорошо его изучить и построить планы дальнейших испытаний. Возможно, со временем некоторые культуры заслужат право расти на сельхозполях по всей Хакасии. Наталья, знаешь, горох, эксперименты с которым проводят студенты опыты, очень интересная культура. Он был любим в нашей стране с незапамятных времен. Его русское название образовано от санскритского «горшати», то есть тертый, ведь когда-то его терли в муку. Еще несколько интересных сведений о нем в нашей рубрике «Пять фактов». В зеленом горохе 20% белков, 53% углеводов, витамины В, Е, С, микроэлементы и дефицитные аминокислоты. Сухие семена гороха применяют в лечебном питании при аномии, туберкулезе, болезнях легких, а также при травматических поражениях костей и мышц. Зеленый горошек используют при тех же болезнях. Помимо его можно употреблять при язве, гепатите, гастрите, холецистите, гипертонии, атеросклерозе, ревматизме и колите. На МКС в 2004-2005 годах в ходе экспериментов получены несколько репродукций бобов гороха в условиях невесомости. Горох среди овощных культур один из самых богатых источников белка. Горох также является отличным производителем удобрения. Во время роста на корнях образуются клубеньки, которые фиксируют атмосферный азот, так необходимый нашим растениям. Удивительно, но горох может разрушить корабль. Случай произошел с пароходом «Днепр», который присел на рифы. Судно получило небольшую пробоину. Проблему можно было легко решить, если бы не горох, которым были забиты трюмы парохода. Вода намочила груз, и горошины начали разбухать. Железная арматура судна не выдержала жесткого давления. Внутренности корабля так разворотило, словно он наткнулся на мину. Есть три разновидности. Лущеный горох – это боб с гладкой поверхностью, очищенной от шелухи и оболочки. Его чаще употребляют в пищу. Мозговой – это спелый боб, представляющий собой сморщенный плод, напоминающий мозги. Его употребляют в пищу в недозрелом виде. Он содержит много сахара, годен для консервирования. А сахарный горох – это тот горох, который можно употреблять в пищу целиком. Бобы содержат большое количество воды, вследствие чего поверхность у них морщинистая. Горох обеспечивает себе газовое чемпионство за счет бактерий при питании горохом. Кстати, фасолью, сою и другими бобовыми очень многие питательные вещества пищи не перевариваются человеком и доходят до толстого кишечника. А это – дополнительная пища для бактерий. Поэтому газа получается больше, чем обычно. Эта причина особой ядовитости горохового газа – расщепление белков бактериями приводит к выделению пахучего аммиака и сероводорода. Ты знаешь, в Хакасии в самом разгаре археологический сезон. Один из древнейших курганов начал открывать ученым свои секреты. Жрица, олигарх, художник и пришелец из другой эпохи. О находках совместной экспедиции Российской Академии Наук и Русского Географического Общества прямо сейчас. Могильник «Красный камень» в Багратском районе необычен для окуневской культуры. Насыпь больше – другое строение. Возраст свыше четырех тысяч лет. Первый курган исследовали несколько лет назад. Это редчайший вид погребения. Квадратная модель вселенной. В центре – захоронение женщины. Там нашли костяной гребень тончайшей работы. Раскопки второго кургана провели в рамках проекта «Тайны древних художников Сибири». Ну и одна из интриг этого кургана – кто же был захоронен в центральной могиле, потому что здесь первоначальное захоронение оказалось ограблено, и на его место был похоронен другой человек, причем не в окуневской поде, а совершенно необычно. На левом боку, скорчено. У нас есть предположение, что здесь был похоронен человек следующий – андроновской культуры. Они как бы утверждали свое право на владение этой землей. Всего семь захоронений, меньше обычного. Встречаются парные, тоже нетипично. Европеоиды, рост около метра восьмидесяти. В одной из могил – мальчик и взрослый мужчина. Судя по предметам, заготовки красок – гипс или мел, охра – мог быть художником. Заинтриговал одно из боковых погребений. Здесь сохранилось большое скопление бронзовых предметов. И это, пожалуй, на сегодняшний день самое богатое захоронение окуневского времени. Здесь порядка 30 бронзовых дисков, которые нашивались на одежду. И такого количества мы до сих пор нигде, ни в одной из могил не встречали бронзовых предметов. Они составляли гигантскую ценность. То есть можно сказать, что этот человек, в принципе, олигарх своего времени. Насчитали 54 бронзовые бляшки. Это было ожерелье. Игорь, обрати внимание, среды от шнурка, видишь, который проходил между отверстиями. Скорее всего, это жрица. Есть украшения из клыков морала, бисер, керамические сосуды. Часть могил не потревожена. Могут реконструировать обряды. Находки изучат, что-то передадут в Эрмитаж. Останки людей следуют в пункт камеры в Питере. Наши специалисты рассчитывают и на пополнение фондов Республиканского музея. Моя основная сфера интересов, сфера исследований, древнее искусство, искусство окунинской культуры. Каменные стелы, каменные плиты, которые являются визитной карточкой Хакасии. Я надеюсь, что находки осталось в Хакасии. Поскольку у нас теперь есть большой музей, который тоже нужно наполнять экспозицией. И есть хорошие условия для хранения этих находок. Красный камень посетил ученый из Японии Ясуюки Мураками. Он исследует в Хакасии памятники древней металлургии. Приехал на раскопки железа плавилин таштыкской культуры. И в этот раз мы хотим исследовать памятник возле села Толчья более детально. И сейчас результаты наших работ очень важны для понимания и уточнения процессов развития технологии производства железа на Евразийском континенте. Исследователи подтверждают, Хакасия представляет огромный археологический интерес для ученых всего мира. Новость важная для всех, кто предпочитает путешествовать поездом. С сегодняшнего дня расписание поездов на вокзалах будет показывать по местному времени, а не по Москве, как раньше. Те, кто брал билеты на даты после 1 августа, уже заметили эти изменения. В проездных документах указывается местное время. Теперь и часы на вокзале, и электронное табло будут тоже показывать региональное время, а не столичное. Так что будьте внимательны, чтобы не опоздать на поезд. Или наоборот, не прийти на вокзал раньше времени и ждать. Тем более, в Хакасии разница с Москвой 4 часа. Узнать, будете ли вы сегодня везде опаздывать, или все успеете, помогут звезды. У Овнов успешно сложится командировка и переговоры с партнерами. Тельцы могут сами разобраться во всех запутанных ситуациях, а также наметить план на будущее. Благодаря собранности и верному лечению, близнецам удастся победить неприятный недуг или простуду. Отличный день для раков, которые с утра собрались одарить себя покупками. Львы. Вечером полезно посетить спортзал или бассейн. Удев утро сложится намного удачнее, чем день. Весам следует заниматься поиском еще одной работы. Скорпионам нужно воспользоваться всем, что подбрасывает судьба. Если стрельцы не снизят планку и самооценку, то точно попадут в зависимость от собственной гордыни. Козерогам не следует все происходящее принимать близко к сердцу. Перспективы ожидают водолеев, занимающихся спортом или личным бизнесом. Рыбам придется постоянно опираться на интуицию, чтобы принимать верные решения в жизни. Оплатить счет с помощью котика предлагают посетителям в китайском кафе. Коты, разгуливающие по кафе в китайском Ханчжоу, в майках с QR кодом на спине, помогают посетителям оплачивать счета. Все, что требуется, это отсканировать с помощью смартфона код и через специальное приложение оплатить счет. По QR кодам посетители могут получить информацию о каждом питомце и вместо чаевых купить ему угощение. А сейчас еще немного забавного видео с нашими любимыми питомцами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот таким выдалось это утро в Хакасе. Если вы что-то пропустили, то нашу программу можно найти и на сайте телекомпании РТС. Здесь вы можете узнать новости республики и другую не менее полезную информацию. А у нас на сегодня все. Отличного вам дня! И проведите его с телеканалом РТС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гибкий декоративный камень для внутренней и внешней отделки теперь в Хакасии. Работать с этим материалом легко и просто. Один квадратный метр весит менее 5 килограммов. Простота в монтаже и удобство в эксплуатации. Установку гибкого камня можно сравнить с наклеиванием обоев. Гарантия долговечности от 35 лет и выше. Технология разработана в Германии. Заказы по телефону в Абакане 8 913 059 96 11. Электронная почта 19defis sksobacamail.ru Сайт styledefisstone.com Доставка до 20 квадратных метров бесплатна. Доставка до 20 квадратных метров.